МЕЗГЛЬ В настоящее время в стране ведется модернизация системы здравоохранения. В этой связи перед медицинскими организациями стоит много важных задач, которые необходимо реализовать. Это прежде всего повышение доступности и эффективности медицинской помощи путем создания единой информационной системы медицинских организаций, использования в своей работе мобильных цифровых приложений, внедрения электронного паспорта здоровья, перевода в безбумажную больницу. В послании Ельбасы развитию сферы здравоохранения уделяется большое внимание. В области с каждым годом снижается заболеваемость туберкулезом. О цифрах и фактах, а также о том, какая работа проводится в регионе по борьбе с туберкулезом, мы решили узнать у главного врача Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера Касымжана Калежановича Ташметова. День добрый, Касымжан Калежанович! Саламасадарма! И первый вопрос у нас будет посвящен ситуации по туберкулезу в Акмолинской области. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела на сегодняшний день? Заболеваемость туберкулезом, в целом эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в целом мире на сегодня остается актуальной. Также наша республика является одним из регионов, где на сегодня эпидемиологическая ситуация требует принятия дополнительных мер для того, чтобы снизить уровень заболеваемости, распространенности и смертности от данной инфекции. Если говорить по нашей области, то я должен сказать, что несмотря на то, что в области принимается комплекс профилактических противопедемистских мероприятий, диагностические мероприятия совершенствуются, уровень заболеваемости все еще остается на высоком уровне. На сегодня, если сравнить с данными и показателями за последние 10 лет, то заболеваемость на 100 тысяч населения в среднем по области почти в 3 раза снизилась. В 4,5 раза снизились показатели смертности. По сравнению с предыдущим годом, за 11 месяцев заболеваемость на 100 тысяч населения снизилась почти 15%. Смертность снизилась на 40% по сравнению с прошлым годом. Снизилось заболеваемость также среди детей и подростков. Если за последние 10 лет также вернуться к показателям, то 10 лет назад ежегодно регистрировались около 1200-250 новых случаев туберкулеза. Сегодня данные показатели с пределом 400 новых больных. Смертность ежегодно регистрировалась от 90 до 115 случаев. На сегодня случаев смерти не достигает 15 за 11 месяцев. 13 случаев сегодня зарегистрированы. То есть комплекс тех мероприятий, которые проводятся в области, с участием всех государственных органов и ведомств, также неправительственных организаций, местных органов и властей дают свои положительные результаты. Хотя уровень заболеваемости требует улучшения. Так как сегодня Всемирная организация здравоохранения перед всеми государствами поставила задачу к 2020 году снизить уровень заболеваемости на 100 тысяч населения не более 50. Уровень распространенности к 2025 году не должна превышать 50. То есть это новые случаи плюс повторно заболевшие. И для достижения этих целей Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 10% снижения ежегодно должны добиться. Не менее 10%. Я думаю, что этого уровня мы и достигаем. Сегодня я уже отметил, что в пределах 15% снижение по области идет. И к 2025 году мы достигнем поставленных целей и задач. Потому что в Казахстане, в том числе в нашем регионе, есть все предпосылки для того, чтобы снизить уровень заболеваемости и затем уже в последующие годы ликвидировать туберкулез. Первое, что имеем мы сегодня, это ранняя диагностика. Современные методы на генно-молекулярном уровне. В этой связи наши области сегодня, благодаря поддержке Национального научного центра в Тизе пульмонологии, Министерства здравоохранения, а также Глобального фонда среди четырех регионов Казахстана нашей области переданы современные оборудования для диагностики на генно-молекулярном уровне. Касамшан Калежанович, как Вы уже сказали, важную роль играет и профилактика. От чего зависит распространение туберкулеза? Ну, зависит как от граждан, так и от наших государственных органов и неправительственных организаций. То есть, сегодня, вот, должен сказать, что мы провели научно-практическую конференцию на республиканском уровне. Это была наша инициатива, наша область. Здесь рассматривалась тема «Роль государственных органов и гражданского общества ликвидации туберкулеза». То есть, на данной конференции обсуждалось влияние каждого государственного органа на эпидементскую ситуацию. Почему выбрали Акмолинскую область? Это потому, что в нашей области активно работают в целом все государственные органы. Все государственные органы, как органы образования, социальной защиты, местные полицейские, миграционные службы, наша палата предпринимателей, ветеринарная служба, органы в сфере санитарно-педагогенского благополучия. Все государственные органы, в зависимости от своей роли и функций, выполняют большой целенаправленный объем работы. И изучив ситуацию, это международные эксперты у нас были, представители научно-национального центра, в первом полугодии и в июле текущего года приезжали, оценив ситуацию, они порекомендовали, что на уровне нашей области можно провести такую работу для обмена опытом. На данной конференции принимали участие представителей противотерегозной службы всех регионов Казахстана, международные эксперты, эксперты Всемирной организации здравоохранения, ученые были, научно-национальный центр в тезе пульмонологии и дали положительную оценку о проводимой работе нашими государственными органами. Их приверженности они большое внимание уделили и положительно оценили. И, соответственно, порекомендовали внедрение такого опыта в своей практике другим регионам. И по итогам конференции директором научно-национального центра в тезе пульмонологии Министерства здравоохранения направлено письмо Акиму области, выразив признательность и благодарность за то, что наше руководство области, Акимат, управление здравоохранения и вообще все на всех уровнях местные исполнительные органы, представительные органы, большое внимание уделяют и поддерживают проведение противодоказных мероприятий. Я думаю, что это начало такой самой большой целенаправленной работы. Эту работу надо продолжать. Задача еще есть, проблемы еще достаточны, но у нас тоже все предпосылки, потенциал позволяет для того, чтобы выполнить ту задачу, которая предусмотрена государственной программой директоролог, рассчитанной на 2016-2019 годы. В этой связи, я думаю, что вот этот комплекс мероприятий будет проводиться и, соответственно, к 2025 году мы должны достигнуть тех целей, которые определила Всемирная организация здравоохранения. То есть снижение заболеваемости до 50 на 100 тысяч населения и распространенности к 2025 году менее 50 на 100 тысяч населения и смертность должна быть равна нулю. Я думаю, что это амбициозная задача. Она в нашей области практически может быть выполнена. Уважаемый Касымжан Калижанович, спасибо за подробную, интересную и познавательную информацию. Желаем вам успеха в вашей работе. Всего вам доброго и до свидания. Хорьше салонзар. Рахмет. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, с нами на связи был главный врач Акмулинского областного противотуберкулезного диспансера Касымжан Калижанович Ташметов. Берегите свое здоровье. Ну а мы встретимся с вами завтра, чтобы снова поговорить, уважаемые телезрители, на самые актуальные темы дня. Аман, сау, болныздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин